Какие времена Песенки поешь О, занавес И я на авансцене Занавес И я для вас Пою Словно Гладиатор на арене Тет-а-тет Пред зрителем стою Театр сошел На нет В житейском балагане Абсурд и нагота Да, бытовой дебош А в пьесах Страсть кипит Как буря во стакане Но ты идешь На сцену И поешь О, занавес И я на авансцене Занавес И я для вас Пою Словно Гладиатор на арене Тет-а-тет Пред зрителем Стою Король Как прежде Гол Но не умрет Держава И будет Зло не раз Повержена Повержена В бою Ах, зрители Мои Как вы Сегодня Правы Призрели Суету И я для вас Пою О, занавес И я на авансцене Занавес Я для вас Я для вас Пою Словно Словно Гладиатор Вам Вторую Песню Которую я Когда-то Посвятил Моему другу Профессору Голдину Который Во многом Мне тоже Помогал И неоднократно В своих книгах Просто брал И с моего Разрешения Печатал По 10 Моих стихов Все мы частицы Чего-нибудь Целого В мире И у медалей Есть аверс И реверс Проверь Точки тире Прозвучавшие Где-то В эфире В дальней Галактике Приняты Будут Поверь Нет Одиночества Нет Постоянства Время Вечно Спешащий Сбивающий Ритм Метроном В древней Руке Высекающий Искорки Кремень Это начало И в космос Дорога Потом Не умоляю Достоинства Малого В большем Все мы Из пещи Из глины Из массы Одной Дышит земля И колышется Малая Роща Русская Роща Как клетка Планеты Большой Все мы Частицы Эпох От Омеги До Альфы Мы Пережили Потопы И клокоты Лав Но Засыпаем Под звуки Эоловой Арфы Где-нибудь Лихо Войну Понарошку Сыграв Нет Ничего Без Чего То Еще Уж Поверьте Где-нибудь Есть Очертания Всех Берегов Шарик На пальчике Боженька Бережно Вертит Не Отвлекайте Пожалуйста Люди Его Все Мы Частицы Чего-нибудь Очень Большого Все Мы Прообразы Вехи Значки Образа Где Тот Кудесник Придумавший Вечное Шоу И Уж Две Тысячи Лет Не Является Нам На Глаза Нет Ни Большого Ни Малого В Млечном Потопе Просто Кто Ближе Кто Дальше От Лона Земли Так же Условны Наивны Смешны Даты Сроки Мы Мы Родились Подышали И Просто Ушли Значит Есть Глина Кусок В Неотступном Движении Кто Умирает Родится Еще Много Раз А Вот Любовь От Которой Под Ложечкой Движение Выше Рожденья И Смерти Без Всяких Прекрас Все Мы Частицы Чего Нибудь Целого В Мире И У Медалей Есть Аверс И Реверс Проверь Точки Тире Прозвучавшие Где-то В Эфире В Дальней Галактике Приняты Будут Поверь До Сотворения Тоже Чего-нибудь Было Нет Пустоты И Начало Не Занали Начал Сколько Теорий Печется Из Шара До С Пыла В Миг Преподносят Тебе Чтобы Ты Человече В Ушал Спасибо Может Увелись Какие-то Вопросы Люди В зале Плачут Я тоже Понимаете Я смотрю На вас Люди Плачут И мне Хочется Плакать Ну Ладно Живое Обсение Можно Детям Дать Слово Да Давайте Детям Дадим Слово Пожалуйста Пожалуйста У нас Дети Читают Стихи Сергея Григорьева Выходи Давай Представьте Лев Матвеев Юный Артист Театра Словица Архангельского Городского Культурного Центра Все Архангельская Область Инежский Уезд Ангелы До Иней До Снега Окрест В детстве Я Бывала Карьку Запрягу То На Креслах Еду То Во след Бегу Или На Озерах Где Прозрачен Лед Быстрые Снегурки Мчат Меня Вперед Бегал По Сараям И Сосульки Ел Шопка Сквозь Сырая Но Не Заболел Ёлка В Новогодье Словно Божий Перст Архангельская Область Пинежский Уезд Это стихотворение Из новой Книги Я Погнал Благодарить Книгу Человеку Который Выучил Такое Разведение Все стихи Которые Лёва Проходил Все стихи Которые Сегодня Будут Звучать В исполнении Маленьких И больших Артистов Театра Словица Они Из новой Книги А сейчас Виктория Фокина Прочитает Еще одно Стихотворение В Архангельске Без Бога Жить Негоже И крыл Своих Бескрылых Покрова Раскинул Понад нами Ангел Божий И укрепил Молитвенно Слова И начинание Нашу Приумножил В добре В любви На многие Века Чтоб Город Стал На храм Земной Похожий Пронзая Чистотою Облака Мы Чудо Ждем И каждое Мгновенье Нас приближает К встрече На земле Архангела Счастливое Явление И благость Дней На много Добрых Лет И вряд ли Что-то Может Измениться В урочный Час Подшествие Планет Он Явится И это Не приснится И свет Зажжется В праведном Окне Архангел Наш Взирая С поднебесья Однажды К нам Воочию Придет И мы Ему Споем О счастье Песню Которую Подхватит Весь Народ Аплодис Я сегодня Решил Что все Кто Будет Читать Да Задержитесь Я сделаю Такое Красивое Фото Спасибо Спасибо Да Дорогие Друзья Очень много Стихов Я пишу Посвященных Своей малой Родине Пинеге Пинежью Пинежскому Району Архангельск Я тоже считаю Своей малой Родиной Следующее Стихотворение Песню Тоже Все поймете Что там И о чем Ах как хочется мне В невозвратное детство Вернуться Где печали И радости Были От чистой души Слаще Был сахарок И вечеря С чаечком Изблюдца Отчий дом Словно Центр Мироздания В далекой Забытой Глуши Запыхавшись От жизни Не раз Я туда Возвращаюсь И сверяю Свой компас Поистинам Понятым Там Я умею Любить И обиды Всем людям Прощаю Заряжаясь Энергией Прибыв В родные места А у мамули В домике Цветы На подоконнике Облюбовали Слоники Старенький Комод В углу Висит Как водится Иконка С Погородицей С Погородицей И матушка Все молится А времечко Идет И матушка Все молится А времечко Идет Забегая вперед Мне по жизни Нельзя торопиться Мои ритмы Мои ритмы Налажены Такт мой Всегда Домой Свой земной Непокой И покой Я на родине Вижу Растворюсь Словно облако В вечных Зеленых лесах И рыбалка С охотой И быстрые Детские Лыжи Это все Я храню В заповедных Своих Туисах А у мамули В домике Цветы На подоконнике Облюбовали Слоники Старенький Комод В углу Несит Как водится Иконка С Богородицей И матушка Все молится А времечко Идет И матушка Все молится А времечко Идет Спасибо Это фактически Премьера Песни Может кто-то Какие-то вопросы Хочет мне задать Сегодня Никаких вопросов Нет Это хорошо Значит я продолжаю Своё выступление Ещё одну песню Не могу не вспомнить В своём выступлении Что я родом Спиннижья И главный наш Герой На все времена Это Фёдор Александрович Абрамов И У меня много С ним связано Выступали на концертах Выпускали диск Много песен написано Веркало Там Абрамов И так далее И вот сейчас Я хочу исполнить Новую песню Которая написана В конце февраля Для вас новая Я уже её В предыдущих презентациях Исполнял Из Абрамовского родника Называется Песня Не поедут в чужие края Речь не наша Не наша водица Чаще манит Сторонка моя И родник Что журчит Не боится Из Абрамовского родника Животворная Влага Струится И идут К нему Издалека Родникового Слова Напиться Из Абрамовского Родника Утолю Жажду Слова Живого Пусть Родник Висяк Нет века И хранит Родниковое Слово И в журчании Того Родника Слышу Байки До сказы До шутки Лечит Лечит Раны Он Ум Старика Уму Разуму Учит Малютку Из Абрамовского Родника Животворная Влага Струится И идут К нему Издалека Родникового Слова Напиться Из Абрамовского Родника Животворная Животворная Влага Струится И идут К нему Издалека Родникового Слова Напиться Из Абрамовского Родника Утолю Жажду Слова Живого Пусть Родник Не сяк Нет века И хранит Родниковое Слово Пусть Родник Не сяк Нет века И хранит Родник Кое Слово Спасибо Еще одна песня тоже связанная с Пинижьем Кроме Федора Абрамова Еще известный земляк у нас на Пиниже Это конечно же Святой Праведный Иоанн Кронштадтский И песня посвященная ему Никакие посулы За рубеж Не влекут Уезжаю я В Суру В долгий Праведный Путь Там у церквы Желанной Заволнуется Груть У отца Иоанна Сяду я Отдохнуть Там у церквы Желанной Заволнуется Груть У отца Иоанна Сяду я Отдохнуть Похоронен Далече Но в России Бог Весть В Суре Дышится Легче Ведь душою Он здесь Пусть зовется Кронштадтским Пусть для Питера Страж Но подумайте Братцы Он же Пинежский Наш Пусть зовется Кронштадтским Пусть для Питера Страж Пусть для Питера Но подумайте Братцы Он же Пинежский Наш Сотню лет Мы молчали О святом Земляке Но открывшись Крижали Знаем Кто был И кем И Раскинувши Длани Отправляюсь Я в путь В Суре У Иоанна Сяду я Отдохнуть И Раскинувши Длани Отправляюсь Я в путь В Суре У Иоанна Сяду я Отдохнуть А сейчас Дорогие друзья Я хочу пригласить Мою добрую знакомую И коллегу по сцене Заслуженной артисткой России Татьяна Пахова Встречайте Сергей Анатольевич Я хочу сегодня Поздравить вас Таким замечательным Днем вашей жизни Я думаю Что сегодня Радуется И Ринаточка Курбатова Вот И Вся моя семья Очень любит Ваше творчество Поэтому Хочется пожелать вам Божьей помощи Вдохновения И не останавливаться Книжка пусть будет Не вторая Не третья А хотя бы на пять Книг Так что Сережика Всего тебе Самого доброго Спасибо Немножко Подсластить Этот вечерок Спасибо 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 А что Пойдем сегодня А что Завелись А сегодня Мне праздник Что мы презентации Книги Сергея Анатольевича Ах вот он Это большой праздник Конечно Большой творческий праздник Вы тут еще Ринату Вспомнили А Ринаточка Потому что Она принимала Непосредственно Участие Сергея Анатольевича Она его открыла Так все понятно Думала Может быть Друг памяти Еще тоже Ей Мы ее в этот день Должны обязательно Вспомнить Все понятно Спасибо Что мы будем Объявлять Что мы будем Просто Объявите Я хочу Ваше внимание Представить Из книги Сергея Анатольевича Про Третьяковскую Избу У него есть Такое стихотворение Написано И Песня Посвящена Северным Хозяюшкам Много есть У нас Сюдец Церквы Домики Да лес Размышления Не порог Вот Прочитую вам Пару строк Коль хотите Ублажу Про избу Вам расскажу Есть в Карелах Славный дом Третьякова Слышка Вон Дверь Откроешь Наклонись Опасек Не расшивись Это Курная Изба Здесь Жила Неголотьба Ведь Хозяин Труд Любил И Зажиточным Он был Посмотри На интерьер Но Нет Таких Фотер Слева Петь Из Глины Сбита Коль Затопиш Ой Дымовито Дым идет Под потолок А потолок Що уголек Церен Сажей Закопцен С водом Цюдно Сделан Он Наши деды Молодцы Сядет 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 Дым На Воронцы А На Дверю Глядь Такое Есть Окно Волоковое А Дым Негол Клубит Спешит Да Из Из Дымовито Лопата Дымовито Всех За стол Сажал Сердито Здесь Лентяем То бывало Полу В ложку Попадало Дымовито Бай 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 Спи Проснёс И Поутру Бай 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 Вот Поели Все За дело Мать Запряла Цку Присела Девкам По веретену Скоро Тают Ночь Стену Сеть Рыбацкую Отцу Оставление Мальцу Девки Песни Запоют И В избе Так Покой Уют Да Полна Избёнка Были Славно В ней Поморы Жили Яль Не Хозяй В доме В доме Тепло Да Вьет Раненько Встанем С мужем Вдвоем Он И По делам Да И Я Повекут Не потём, помни о том. Я не пози, говорю, да бегу, Шью, да стираю, пою, молотю. Мне не пристало лежать на боку, Да и в руку я судьбы не хочу. Помню, родя, мои мамы слова, Ежели в запетье поют сорнова. Горе, тоску перемелют муку, И боль да слёзы на притолоку. Ты каждый ветер квашню разводи, С утра подбивай, не забывай. Хлеб на столе и беда не пасёт, Помни о том. Я не хозяйка, живу как могу, По воскресеньям, обедня до храм. Мужа детей от зла берегу, Счастье своё никому не отдам. Помню, родя, мои мамы слова, Ежели в запетье поют сорнова. Горя, тоску перемелют муку, И боль да слёзы на притолоку. Ты каждый ветер квашню разводи, С утра подбивай, не забывай. Хлеб на столе и беда не пасёт, Помни о том. Хлеб на столе и беда не пасёт, Помни о том. Помни о том, родя, мои мамы слова, Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Такие замечательные песни. Мы квартетом работали с Серёжей, Сотрудничали. Мы записали диск. Но такое удовольствие работать с таким человеком. Он и души наши лечил, И дарил нам такие замечательные песни. Спасибо тебе, Сергей Анатольевич, Перед вами выступала заслуженная артистка России Татьяна Бахова, Много-много-много лет отдавшую Нашему государственному академическому Северному русскому народному хору. Как говорили, Лучше невеста хора. В постановках имеется в виду. Может и так. Может и так. Это надо у мужа спросить. Он тоже в этом зале. Спасибо, что пришёл, Сергей. И вот не могу, конечно, в концерте не вспомнить Об упомянутой сегодня уже Ренате Кулбатовой, С которой мы пели много-много где и чего. Я как-то пытался посчитать, И насчитал, что она пела 96 моих песен. Часли. И вот эту песню Они на диске, посвящённую столетию Фёдора Абрамова, Исполняли вместе с Татьяной Геннадьевной. Песня называется «Пи негодивная». Тоже на тему «Мама, папа, родина». Пи негодивная, родина малая, Как нам тебя не любить? Греем у печек мы души усталые, Чтобы печаль растопить. Чтоб жить, да жить, да от горя не маятца, Светом наполнить сердца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Пи, мега, радость моя бесконечная, В сердце тебя берегу. Я по дорожке, по пути к умлечному, Скоро к тебе прибегу. Чтоб жить, да жить, да от горя не маятца, Светом наполнить сердца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Родина песня моя, недопетая, Черпаю полным ковшом. Я из тебя куплет, да от горя не маятца, Светом наполнить сердца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Помнить всю жизнь о маме красавице И наставлениях отца. Та-да-да-да-да-дай, та-да-да-дай, та-да-да-дай, та-да-дай, 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 та-да-дай. Давайте мы еще стихи почитаем. Я боюсь, что запись закончится. Так, Светлана Дружкова. Давай, ты тоже приготовься. Познав бессмысленность печалей, Стараюсь радость обрести. А с ней божественность начала И поиск истинных путей. И сохлись слезы расставаний, И притупилась боль утра. И по утрам, порою ранней, Я откровенно жизни рад. Я изменяю отношения, От раздражителей бегу, Гоню свои печали в шею, И радость в сердце берегу. Простите, что я вклиниваюсь на правах хозяйки. Дорогие друзья, обычно в литературно-музыкальных вечерах и у больших поэтов стихи не только читают, но и поют. Не только поют, но и читают. И сейчас мы приготовили, и поэтому мы вам прочитаем стихотворение, обращенное к Иоанну Кронштадтскому. Галина Буракова прочитает, но прежде я вам скажу. Действительно, Иоанн Кронштадтский для нашей Архангельской земли и вообще для России – это великий молитвенник земли русской. Он рано уехал отсюда, жил действительно на чужой стороне, но он все время заботился о нашем крае. На его деньги построено вот это сурское подворье, каменный дом возле морского вокзала в 1905 году. И, к сожалению, Иоанн Кронштадтский не смог побывать на открытии этого дома. Это было подворье сурского монастыря, подворье, да? И люди целовали колеса, кареты, на которые ехал Иоанн Кронштадтский. Вот настолько они ему доверяли. И он действительно сегодня, он на небе молится за нас, грешных. И он был предан вере Господу Богу, положил на это всю свою жизнь. И я вам скажу, что вот рассказывают такую историю, что матушка его, он был белый монах, у него была жена, матушка его ходила к вышестоящему церковному начальству и просила убедить его, что она хочет продолжения рода, что она хочет ребенка, но Иоанн Кронштадтский позволить себе этого не мог. И я, когда бываю в Санкт-Петербурге, я всегда там хожу, в Иоаннобогословский монастырь, где стоит рака Иоанна Кронштадтского. Почему Сергей Анатольевич пишет, что дай Бог, что он на нашей земле? Потому что мощи Иоанна Кронштадтского пропали из этой раки. Но народ ходит, поклоняется, просит святого, и святой помогает. Итак, народ читает и поет стихи Сергея Григорьева. Пожалуйста, Галина Буракова. Никакие посулы за рубеж не влекут. Уезжаю я в Суру, в долгий праведный путь. Там, у церкви желанной, заволнуется грудь. У отца Иоанна сяду я отдохнуть. Похоронен далече, но в России Бог весть. В Суре дышится легче, ведь душой он здесь. Пусть зовется Кронштадтским, пусть он Питера страж. Но подумайте, братцы, он же Пинежский, наш. Сотню лет мы молчали о святом земляке, Но открывшись к лежали, знаем, кто был и кем. И раскинувши длани, отправляюсь я в путь. В Суре у Иоанна сяду я отдохнуть. Я запамятовал, что хочу вручить вам книгу, потом подпишу. Вы сегодня прослушали и песенные варианты, и стихотворные варианты. Ну, так получилось. А что, ничего страшного? Ничего страшного. У нас осталось еще одно стихотворение, но после вас. Хорошо. Не так давно, лет пять назад, я посильнее подружился с коллективом ветеранов Северного Русского Народного Хора. Они называются «Северные жемчуга». Я написал им песню «Недолго думая о Северной жемчугах». Прочитав давным-давно книгу «Год на севере» автора Сергея Максимова, который много писал о добыче жемчуга в наших северных реках, и куда шел наш жемчуг, и там он упомянул цифру чуть не 300 тысяч царских рублей. Вот насколько у нас добывалось жемчуга раньше в Онеге, и в Пенеге, и в Малых Реках. Но сегодня реки засорены, и жемчужницы пустые эти раковины. Песня «Хоровая». В речке Пенеге бывало Ясным днем в июльский зной Пенежа не добывали Скатный жемчуг дорогой Так столетия проносились Но ценились все века Слезы матушки России Северные жемчуга Слезы матушки России Северные жемчуга Шел наш жемчуг На иконы Чтобы засверкал киот И на царскую корону И на хлеб в голодный год На кокошниках носили Звали перлами всегда Гордость матушки России Северные жемчуга Гордость матушки России Северные жемчуга Нынче реки Обмелели И исчезли как шуга Наша прелесть Наша прелесть В самом деле Северные жемчуга Наша прелесть В самом деле Северные жемчуга И в реке под небом Синим Не сыскать уж никогда Память матушки России Северные жемчуга А сейчас я хочу пригласить На эту большую сцену Директора издательства Лоция Тамару Валентиновну Овчинникову Пожалуйста на сцену Как пару слов Спасибо, что пришли Как пару слов О себе Об издательстве Что вы все выдумываете Я не знаю Ну работали над книжкой Вторая книжка Замечательная книжка Получилась В целом Ну как может быть Она плохой Если такой талантливый человек Приходит с такими Замечательными стихами Мне кажется Очень хорошо Кстати По обложке Если первая была У нас нарисованная обложка Журавель У кого есть такая книга Наверное Помните Вот она Да-да-да Там действительно Журавель Журавель с журавлем Да-да Колодец журавель Журавель птица Так вот Двояка тоже Да Ну а тут Значит Сергей Анатольевич Говорит Вот Хочу чтобы были Славянские буквы И так чтобы была Значит Окрасти Да И вот Делайте Такое Ну чтобы видно было Что тут Сергей Анатольевич Григорьев Что все таки Прочитали они меня И вот так получилось В общем-то По-моему неплохо Андрей так хорошо придумал Это вот кстати пенига Ну Это север Похоже на пенигу Ну конечно Да Наша тема такая Замечательная Вот И конечно вот это вот Слово Аз Глаголю Современному ребенку Мне кажется Просто он не расшифрует Что это такое Надо нам объяснять Да Что это Старославянское Аз Глаголю Говорю Да Слово Но С другой стороны Она четко Подчеркивает Мне кажется Его Стержневую Смысловую Нагрузку Которую несет Эта книга Потому что Все стихи у него Это о родине О корнях Об истоках О любви к нашему краю О севере Собственно говоря Вот Я всегда Ратую за то Что Обложка Отражала Содержание книги По большому счету Обложка Отражает Содержание книги Любой Кто ее возьмет Даже не зная Сергея Анатольевича Сразу поймет Что это Что-то Русское Духовное Высокое Теплое Родное Мне кажется Спасибо Это так А я вообще Первый раз На вашем танцерке Дай бог Не последний Дай бог Не последний Может у кого-то Родились какие-то Вопросы Кто-то хочет Меня озадачить Пожалуйста Не стесняйтесь Здесь Почему нравится Центральная городская Библиотека Имени Ломоносова Здесь Теплый узкий круг Да Вот я вижу глазки Человек заревел Я тоже заревел Зоя Ивановна Больше не плачь А то я тоже Здесь на сцене И буду плакать Ну ладно Не могу Да Ну вот Наверила Что у вас Вот на песню Тот же журавиль По сути дела Эта птица Не характерна Для наших краев Ну почему Вы плохо знаете Север Нет Ну просто Я лично не видел Вот сейчас У журавлей Начинается перелет И они ночью Садятся на пески На пениге И курлычат И слышно далеко Вот именно Сентябрь Конец сентября Характерно Темная ночь Если выйдешь на взвоз В деревню Ну сзади дома Да Такая площадка Слышно Они курлычат Прямо вот Напротив дома Остров В деревне И там курлычат журавли Каждый сентябрь А так Что навеяло Ну песня была написана В 88 году В армии В армии была написана В армии Это вот как раз Может быть там Затасковал я просто Наверное Написал и забыл И потом Когда уже была создана Пестридинная артель И встретились Софья Сыроватская И Галина Пигалева И вот мы распели эту песню Она была сложная В размере Ну сейчас ее вот Причесали И конечно поют Ну много где поют Я сейчас не буду перечислять Ирина Скорик В Санкт-Петербурге Ярославские отцы поют Там Много кто поет Да поет Тяна Симушина И вот квартет Журавушки на диске Записал эту песню Алла Сумарокова Поет полный ее Текст Все шесть куплетов Она поет Да мы были на ее Более пяти минут Да Ну иногда Просит и меня спеть Но я говорю Ну не моя песня Хотя приходится Идти на поводу У зрителей Иногда Я в своей сегодняшней программе Так как собрались люди Я считаю Глубокочувствующие поэзии И нашу матушку Русь Не могу не упомянуть сегодня Не говоря ничего о политике О том что у нас сегодня идет Специальная военная операция И вот по просьбе Художественного руководителя Государственного академического Северно-русского народного хора Светланы Конопьяновны Игнатьевой Я написал песню А накануне она мне сказала Пойди сходи купи книгу Ксении Гемп Сказ О Беломорье О Беломорье И там есть такой небольшой рассказик Который называется Слово о невозвернувшихся И вот на эту тему я написал Песню Надеюсь что Северный хор скоро ее будет исполнять Провожала мать и сына на войну И душа ее рвалась Вослед за ним Ты вернись Не оставляй меня одну Будь любовью материнскую храним Провожала мать и сына на войну Все вздыхала Да крученилась она И не верилась Что это наяву И прощанье Как тумана И вина Вечно Тоскует Мать И о сыне И боль Не заглушится О недолюбившем Недолюбимом Не возвернувшем Не возвернувшемся О недолюбившем Недолюбимом Не возвернувшемся Все повергнуты Коварные враги И на Русь идти войною Не хотят Сердце матери Не верит Что погиб Ее сын Ее кровиночка Дитя Вот играет он В младенчестве своем Вот на ножки встал И побеждает Страх Он живой Пока мы помним И поем Песни вещие О русских сыновьях Вечно Вечно Тоскует Мать И о сыне И боль Не заглушится О недолюбившем О недолюбившем Недолюбимом Не возвернувшемся О недолюбившем О недолюбившем О недолюбившем Недолюбившем Недолюбимом Не возвернувшемся Спасибо Сергей Анатольевич Ну что-то загрустили Песня замечательная Но вы написали Замечательное стихотворение О русской песне Вот растащат его На строчки-то Те, кто концерты устраивает Это тоже песня Лидия Воробьева Лидия Воробьева У нас сейчас прочитает Слово художественное Родная песня Вереёю Судьбой Купавою ткалась Когда надрывным Бабьим воем Когда в задорнице лилась И о любви ты голосила Малиновкой и соловьём Есть в русской песне Много силы Уж запоём Так запоём Когда мне хочется согреться Не к печке руки приложу Чистушек лёгкие коленца Рассыплю в радужный ажур О том, что рожда голосилась О том, что мы с тобой вдвоём Есть в русской песне Много силы Уж запоём Так запоём Пускай кружатся снеговеи Но нет тоски И нет беды Так пой же, душенька, скорее Родной мотив На все лады Люблю распев Простой и милый С которым век земной живём Есть в русской песне Много силы Уж запоём Так запоём В хуле и в радости И в горе В пути дороги В пути дороги верстовой По полюшку По тропиночке Вверх прямёхонько выходить Глядь-ка слева всё Без запиночки Глядь-ка справа живой не быть А любовь моя За седьмой рекой В тридевятой земле живёт И мне кажется Помани рукой И любовь прилетит Придёт Не была любовь Зорькою А полынь травой Горькою Сердце девичье Вжалила Помани лада Опечалила Сердце девичье Вжалила Помани лада Опечалила Помани лада Опечалила Ещё не впета, конечно Аплодисменты Это то, что я хотел вам всё вам показать Совершенно новую песню Может у кого-то есть какие-то вопросы Ну тогда больше не будем грустить И так как я врач И каждый мой концерт это лечебный сеанс Массаж ваших душ И мануальной терапии То сейчас я хочу исполнить вам песню Больного остеохондрозом У меня с утра вот тена Заболела робят и спина Я лечу жу и молюсь ну и ну На мою набольную спину Дед и доктор и весь гиппократ Ты ж худесник, спаситель и брат Помогите, кричу я ау Излечите больную спину Я пробовал намазаться, я ел диклофенар А он так как оказывается Желудку первый враг Теперь я на диете Желудок свой лечу И про лекарства эти Я слышать не хочу У меня опять не гугу, Я ногу поднять не могу. То ли клин, то ли лом, вот облом, Доктор миленький, бью вам челом. Панацеи прошу, чуть дышу, Сос, спасите родную душу. Все отдам, чтоб ходила нога, От болезни поддамся в бега. Я пробовал прогреться, я банку посетил, А после, разумеется, слегка усугубил. Теперь я обездвижен, я словно монумент, Я на весь мир обижен, вот истинный момент. Каждый день, словно у дурака, То башка болит, то рука. Где ты, ситель, иди, культы, где? О, спасите, я нынче в беде. Репликаторы, банки, компресс, Много в жизни веселых чудес. Помогите, кричу докторам, За спасение душу отдам. Зарядкой занимайся, сказали доктора, Едой не увлекайся, и в душ ходи с утра. Проверенные средства отступит твой недуг, Живи и соответствуй, товарищ наш и друг. Друг, товарищ наш и друг. Это вам рецепт. Да. И еще одну смешную, шуточную песню, которую я когда-то посвятил моему другу Леониду Житову. Он родом из Кевровы. Вот из Пинежской землячества сидит, Галина. Спасибо, что пришли. Я в Москве бывал, ребята, Девок много там видал. Там девчата, как солдаты, Пуят, пьют, но прям беда. Лишь на Пинежской землице Чище девок не найти. Круто боки, круглолицы, Все как есть на той мети. Круто боки, да круглолицы, Все как есть на той мети. А в деревне, во Кевроле, Во широком доволугу, Проживает моя дроля. Дышать кей ровно не могу, Вот бросает и ознобы. Не могу я устоять. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. И по Питеру бывала, Тоже девок я видал. Ой, курявых там навалом, А красивых не застал. То ли дело наши девки, Ни малы, ни велики. В самый раз, как в той припевке, Очень любят мужики. В самый раз, как в той припевке, Очень любят мужики. А в деревне, во Кевроле, Во широком доволугу, Проживает моя дроля. Дышать кей ровно не могу, Вот бросает и ознобы. Не могу я устоять. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. На Туречне, в Египте, Девок разных прут в груди. Но ходите, поишите, А краше наших не найти. Там они все загорелы, Наподобие быков. А наши девки кожей белой Соблазняют мужиков. А наши девки кожей белой Привлекают мужиков. А в деревне, во Кевроле, Во широком доволугу, Проживает моя дроля. Дышать кей ровно не могу, Вот бросает и ознобы. Не могу я устоять. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. Ах, Кеврольская зазноба, Ты судьбинушка моя. Вот так я пью. Всегда понимал, что смешные и шуточные песни Лучше доходят до сердец лучших слушателей. На серьезные вещи трудно, конечно, Чтобы достучаться до ваших душ. А Житов знает про эти песни? Пел я ему и не раз. Смеется? Все хорошо. Он был на презентации сейчас в Карпогорах. Полторы недели назад, в субботу, В Карпогорах и в Ясном была презентация. Он пришел, поздравили у меня, Попросил спеть песню о маме, Расплатился, что-то расчувствовался. Ну, обычный человек, душевный. Я рад, что есть у меня такой друг. Действительно друг, я его знаю уже четверть века. Не потому, что он начальник, А потому, что он хороший человек. А самый хороший человек, Да и плюс еще хороший начальник, Это тот, который не мешает тебе ничего делать В Финишском районе. Делай! Да, Галина, вот вы тоже с репиновыми зарями Хотите концерт, делаем еще что-то. Не мешают нам, нам помогают. Это здорово. Вспоминается деревня, Курова у бабушки, овцы. У коровушки-буренки Народилось два теленка Белобоких, чернопровых, Озорливых бабочка. И мычат они так тонко-тонко, Голосочком очень звонким-звонким Просят матушку-буренку Дать парного молочка Просят матушку-буренку Дать парного молочка Рядом мур-мур лычет кошка Ты мне налей немножко Надоело мне окрошку Вместе с крошками лакать Накопилось много ныне, ныне Молочка в коровьем выме, выме Дай подруженька-буренка Кошке по ложку молока Дай подруженька-буренка Кошке по ложку молочка Замычала тут корова Дайте мне сказать хоть полслова Скоро в хлев придет хозяйка Как рука ее легка Меня ласково подоет, доет Приласкает, успокоит, успокоит И тогда вы все напьетесь Сласть парного молока И тогда вы все напьетесь Сласть парного молока МуууууууууууууE Да, конечно, это было песни Мата Курбатова когда-то И я ее было потерял, много лет не пела Она потом нашла вот текст песни Ну, бывает, что теряются тексты песен Как-то вот в жизни бренной Задавайте мне вопросы Я могу долго петь Даже не знаю, каких песен вам попеть Еще одна веселая песня Наверняка слышали ее, знаете Почему зовут так странно Славный пенежский народ Вроде люди без изъяна Что за камень в огород И живут они степенно Возле пенеги реки Но зовут их не бессменно Пенежане, пинжаки Пинжаки, пинжаки Но зовут их неизменно Пенежане, пинжаки Пинжаки, у них в нем моды Тело гречки в ходу Катаночки, скороходы Никогда не подведут То с улыбкой, то с издевкой Чешут злые языки Парни с пенеги Да девки, пенежане Пинжаки Пинжаки, пинжаки Им бы всем, конечно, шубы Соболиные меха Так зарплате лишний рубль Да в супец бы потроха Вот тогда хоть стой, хоть падай Прикусили бы языки Хорошо живут за правду Пенежане Пинжаки 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 Хорошо живут за правду Пенежане Пинжаки Спасибо, дорогие друзья Я сегодня выступаю перед вами, чтобы представить вот эту книгу Изданную в нашем знаменитом архангельском издательстве Лоция Представители его здесь присутствуют И я рад, что они пришли Книга построена очень просто Сначала о родине О малой родине Об архангельске О России Духовные стихи Патриотические Военные И потом философские Шуточные стихи В этой книге Я рад, что она вышла Задавайте вопросы У нас сегодня встреча Творческая встреча В свободном формате Пожалуйста, дорогие друзья Поддержите автора Своим интересом Как к нему приходит вдохновение Как он до Лоции дошел Доехал Доехал И так далее Пожалуйста, какие будут вопросы к автору Можете спросить его о чем-нибудь личном Где врачуете? Да, где врачуете? На привокзалке В качестве того Может, какой садок? Нет, нет, я частно практикующий врач Мануальный терапевт В интернете Мануальный терапевт Очень редко Нередко важная профессия Манус кисть руки Она же хайва по-гречески Она же пальма по-арабски Поэтому песня про остеохондроз Она как бы Актуальна, да В рабочем режиме О том, где я кормлюсь Стихи они не кормят Песни тоже Ну и это все для души, естественно Для тела я работаю там Ну и для души тоже И вообще, я где-то прочитал, что Когда врач близок к литературе Что-то пишет То и больные быстрее на поправку идут Больным вообще надо человеком С пациентом надо говорить Потому что мы не твари бессловесные И критерии Вот еще каких-то сто лет назад В России критерием оценки работы врача было Что если ты ушел от врача Поговорив с ним, тебе стало легче Вот это врач Я стараюсь так делать Поговорить с человеком А нам нас собрать поглубже Ну и слава богу, у меня есть это время Я работаю в таком свободном режиме Но я не хочу здесь рекламировать свою работу Кто, я знаю, что есть здесь пациенты мои Спасибо им Я тоже многое от них почерпываю Я много историй жизненных знаю Биографии уникальных случаев Мне вот, например Не так давно одна женщина Такую историю рассказала Ну прямо сценарий для фильма Мама ее работала здесь санитаркой В 70-х годах А здесь раньше приезжали болгары строить дома Вот болгарин охомутал нашу девчонку Отец у нее был капитаном дальнего плавания Она была из зажиточной семьи И она уехала с ним в Болгарию Родила четверых детей А он оказался деспотом Бил ее И когда он стал приставать к старшей дочке Приставать к старшей дочке Я так мягко скажу Она уехала с детьми сюда Отец ее не пустил домой Вот этот капитан То есть это из жизни вот такой Я на вокзале сидела с детьми И сказали Едь в Анегу Там есть работа и жилье Она уехала У нее появился сожитель Который оказался пьяницей Убил мать топором Дети попали в детский дом Три мальчика и дочка Является болгарский отец Забирает детей А дочка убегает Значит потом начинается перестройка И в Европе тоже Он из Болгарии уезжает В ФРГ работать Где скоропостижно умирает Дети попадают в немецкий детский дом Но Там тоже есть люди И их усыновляет немецкая медсестра И женщина эта сейчас живет в Коряжме Она разведена У нее сын уже большой И вот она через много лет Находит своих братьев Сценарий фильма Готова и придумать ничего не надо Да хоть повесть пиши Да, Тамара Валентиновна? Так, собрать с нее анамнез поглубже И пиши повесть Так что многое чего рассказывают пациенты Невероятного порой Только надо поговорить А когда душа открывается То все, человек-то мой уже Он поправляться будет должен и обязан Я думаю, что после нашей сегодняшней встречи Да, да А другие болезни вы будете рассматривать? Конечно, конечно Ну так или иначе Любой врач Тот, кто занимается врачеванием Ведь он психолог в какой-то мере Да, все равно нам надо понять человека Во многом Не зря медицину называют искусством Можно песню про Веркову? Можно песню про Веркову? Я думал, что она всем уже искоминно набила Веркова Веркова Разлетелся июль серебром по реке И с полохами светится в зеркале Я волнуюсь слегка, нервы сжав в кулаке, Подъезжая к прабабкиной Веркале. Я волнуюсь слегка, нервы сжав в кулаке, Подъезжая к прабабкиной Веркале. Здесь она родилась и трудилась из век, Пела в церкви на маленьком клиросе, И гулял, говорят, Дух Святой по избе, Окрапляя всех Божию милостью. И гулял, говорят, Дух Святой по избе, Окрапляя всех Божию милостью. Веркала, 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 Веркала. Я приехал сюда, все родное вокруг, Русский дух времени исковеркала, И Абрамов у гор, и над речкой у лук, Навсегда в моей памяти Веркала. Веркала, 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 Веркала. Веркала, Веркала, Веркала. Веркала, 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 Веркала. Может быть, поможете, Татьяна Геннадьевна? Да, спасибо. Или я сам в своей тональности. Муравей, 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 Бродит сер журавель на исходе заката. Ему в небе раздолье, ему клевер постель, И хмельное вино, изумрудная мята. Он пурлычет всю ночь, он баюкает лето колыбельною. Песней протяжной своей говорят в деревнях. Есть такая примета, коль запел журавель, Значит, будет теплей всю седмицу. Подряд накануне Петрова засыпал и вставал я Под песнь журавля. Было все мне понятно, без лишнего слова. Этой песней своею он благословлял. По траве, муравей, нынче бродят вороны, Да и тали трава, что звалась муравой. Где же ты, журавель? О, какие стороны, о, какие края, Мне лететь за тобой. О, 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 о... Спасибо.